Друзья, всем привет! Не прошло и полгода, как Настя Петруха вернулась на проект «Последний герой». Кто не в курсе, Настю Петрову, победительницу скандального шоу «Пацанки», ввели в средину проекта как нового участника, но ей удалось пережить только одно голосование. И уже через несколько дней участники решили избавиться от Насти. Хотя и вроде как накануне голосования они уже как-то начали к ней притираться и даже разглядывать в ней какие-то другие грани. В общем, о ее возвращении намекнули и проанонсировали еще в восьмом выпуске. И вот девушка, недолго думая, возвращается с громким заявлением прямо на церемонию голосования. По ее внешнему виду, понятно, что Настенька никуда далеко не отходила, а где-то поблизости там отдыхала, несколько дней в каком-то отельчике плела себе косички и покупала местные рубахи. В общем, немного преображалась, готовясь к такому громкому возвращению. В общем, дорогие мои, Настенька заявила о том, что на острове происходят якобы очень жуткие вещи и аморальщина. И дядя Саша, всеми любимый пенсионер и участник предыдущего, еще одного из первых проектов, последний герой якобы занимается на острове непристойными вещами, а если быть точнее, домогательствами. Яна Троянова напомнила всем, что Настя пережила в детстве психологическую травму в этом плане и на себе знает, что это такое. И что якобы Настенька не может вообще шутить с такими вещами, а тем более хайпится, как многие сейчас подмечают в комментариях и в соцсетях. В общем, друзья, Настя рассказала, что в первый вечер, когда им устроили вечеринку на пляже с алкоголем и диджейми, дядя Саша, подвыпивший, хлопнул ее по заднице, так сказать, и что она расценила это как домогательство и приставание. Как оказалось позже, она делилась этим происшествием с ребятами и девушка Саша сказала, что у нее тоже была похожая ситуация и что дядя Саша во время сна, а спят они там вроде как все одной стаей, так вот девушка тоже чувствовала на себе какие-то крепкие объятия пенсионера, но никому об этом не говорила. И, видимо, ляпнула об этом Настеньке только на вот этой вот пьяной вечеринке по пьяне, что и быстренько намотала себе на ус наша Петрушка. Похожую ситуацию, видимо, описала под алкоголем и Даша, что чувствовала на себе какое-то слишком активное внимание от дяди Саши, но впоследствии, когда Петруха, так сказать, сдала их и рассказала о их секретиках, всем все на камеру, девушки со слезами на глазах жалели, что вообще разболтали ей эту историю. Я говорила девушку это. Ничего не сказала. А когда делается это перед камерами, это линчевание. Ян, сказать честно свое мнение? Конечно. Я считаю, Настя, что ты сейчас сделала такую вещь, которую можешь пожалеть. Это надо решать внутри, а не на камеру на всю страну. То, что устроила Настя, это полный бред. А что она устроила? Просто она закопала человека. И хотя Яна Троянова настаивала на том, что такие темы не должны замалчиваться в обществе, видимо, пытаясь подражать мировой тенденции по защите о домогательствах и всех этих громких сливах и скандалах, Но практически все участники возражали, что не стоит притягивать за уши и говорить об этом на камеру. Потому что это жизнь человека. И дядя Саша, как он сказал, может быть по своей глупости, из-за какого-то шлепка по заднице Петрухи, просто попадает под жесткий хейт и позор в своем-то возрасте. И эту мысль поддержали многие зрители и поклонники проекта в соцсетях. Многие сейчас пишут, что ситуация высосана из пальца и мужчину просто зарыли и облили помоями. И хотя, безусловно, тема с домогательствами и насилием ни в коем случае не должна замалчиваться, но имеет ли эта тема и сравнение вообще какое-то похожее, что-то похожее к данной ситуации. И большинство зрителей обвинили Настю в очередном хайпе и спекуляции на своем трудном детстве. Вот только непонятно, почему Яна Троянова, ведущая, поддержала эту идею и поверила Насте, которая вела аморальный образ жизни, избивала на камеру людей, отправляя их в нокауты, запугивала и угрожала девчонкам на проекте пацанки, а непокорным просто давала по щам, как ее любимое выражение, почему Яна поверила этой девушке, остается для всех сейчас загадкой. А также, почему, как сказал Леша, Настя рассказывала эту историю с шлепком по попке от дяди Саши, преподносила она ее ребятам как в шутку, как прикол, и не настаивала тогда, когда находилась в племени, не настаивала, что это серьезная проблема, что ее нужно поднимать. Мне, допустим, ты это сказала очень много раз, именно в шутку, ситуация вот эта, Яна, я тебе клянусь, озвучивалась в шутку между строком Настей. А вот именно после того, как ее выгнали, она вернулась и начала форсировать эту историю, привлекая к себе внимание. Еще раз повторимся, что эта тема очень важна, никто не вправе посягать на мое, на чье-то личное пространство и на физическое воздействие. Но когда речь идет о сравнении с Петрухиным происшествием, когда она без спроса вторгалась в чужое пространство, била в голову с ноги и сравнивать хлопок по заднице дяди Саши с домогательством, это, простите меня, напоминает поговорку выпила 3 литра водки, а отравилась пирожком. Ну или, как по классике, в своем глазу бревно не видишь, а в чужом узрел соринку. В общем, жесткая, очень жесткая и неприятная история получилась в девятом выпуске. Дядя Саша сам покинул проект, сославшись на здоровье. Яна почему-то намекнула, что это манипуляция с его стороны, но я думаю, как минимум, его моральное здоровье пострадало и не меньше, чем у Насти Петровой, которая словила свою волну хайпа и здесь. В общем, пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!